Добрый день, уважаемые трейдеры компании iMarkets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных линиях и не только. На этой неделе очень много интересных сигналов, кстати, новостей очень много полезных, на которых можно заработать. Поэтому досмотрите видео до конца, а также подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании, там у меня еще больше сигналов, то есть полный обзор я выпускаю на своем канале. По евро-доллару у нас несколько сигналов, линий поддержки и сопротивления. Если цена на этой неделе пойдет дальше вверх в коррекцию, то у нас есть сигнал на разворот вниз от линии сопротивления в районе цены 1.01.12 и в районе цены 1.01.52 от линии сопротивления наклонной от этой верхней. Если же пойдем вниз, то у нас здесь есть линия поддержки, правда сейчас она это слабый сигнал, надо подождать пока цена отойдет немножко вверх. Если она потом двинется вниз, то вот здесь я обозначил синим квадратом линия поддержки, от нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. Если пойдем еще дальше вниз, то в районе цены 0.98.62 можно будет покупать и зарабатывать на росте. Советую присмотреться к британскому фунту, если он пойдет вверх, то приблизиться к своей зеркальной линии сопротивления. Она была линией поддержки, она была пробитой и сейчас мы видим приближается к линии сопротивления. Очень хороший сигнал на продажу. Кто любит торговать канадским долларом, обратите внимание, у него такая двойная зеркальная линия поддержки. Я больше рекомендую ориентироваться на нижнюю. Вообще горизонтальные линии, они с достаточно широким диапазоном, вот этих ложных пробоев. Поэтому здесь вот нужно учесть, что может быть придется раздробить позицию на две части и усредниться. Сначала закупиться здесь, потом если цена пойдет ниже, еще раз закупиться. Но учитывайте свой риск менеджмент. Присмотритесь также к кросс-паре канадец-японская иена. Сейчас она движется вниз и может приблизиться к линии поддержки. Отсюда можно будет покупать в районе цены 103-843. Если вы любите скальпинг по кроссовым парам, то евроканадец как раз то, что вам надо. Здесь также зеркальная линия поддержки. Хотя имейте ввиду, что вот она была размыта такими движениями и у нее могут быть ложные пробои. Но вероятность того, что она отобьется и пойдет вверх здесь очень хорошая. Остальные сигналы на другие валюты, а также нефть и золото у меня на моем канале. Переходите по ссылке в описании. А сейчас давайте новости посмотрим, на которых можно заработать. Повторник будет базовый индекс потребительских цен по канадскому доллару. Напоминаю, что такая же новость на прошлой неделе спровоцировала движение по Америке на 700 пунктов за несколько минут. Поэтому присмотритесь к этой новости. В среду у нас жаркий вечер. Заявление ФОМС, решение по процентной ставке. Пресс-конференция ФОМС пока что не обозначена. Скорее всего процентная ставка будет повышаться. Поэтому нас ждет укрепление доллара. В четверг также решение по процентной ставке швейцарского центробанка. И обратите внимание, это эпохальное событие. Она уже много лет была отрицательная. И впервые за ближайшие несколько лет она станет положительной. 0,5. Что может очень сильно укрепить швейцарский франк. И пара доллар-франк может улететь вниз. И сразу же в этот же день, через несколько часов, решение по процентной ставке британского банка. Повышение с 1,75 до 2,25 тоже может провоцировать повышение британского фунта. Вот такие новости на эту неделю. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok